Привет всем! Сегодня я вам расскажу свою историю получения полного финансирования для образования в США, поэтому, если вы хотите последовать моему примеру и тоже учиться в США абсолютно бесплатно, смотрите это видео до конца. Если вы впервые на этом канале, меня зовут Ника, я в 19 лет переехала за рубеж, я сначала жила в Будапеште, там я училась на программе бакалавриата тоже абсолютно бесплатно, а сейчас переехала в США для получения магистратуры, и, как я уже сказала, здесь я тоже учусь бесплатно. Поэтому подписывайтесь на этот канал, здесь я рассказываю и делюсь своим опытом жизни и образования за рубежом. Ну, давайте начнем сначала, откуда же я и каким образом я вообще решила поступать в США. Я родилась и выросла в России, в городе Воронеж, в школе начала изучение английского языка только потому, что я его решила сдавать на ЕГЭ, и вообще меня родители тоже, меня сестой родители пинали в сторону изучения языков, поэтому начала учить английский язык только в восьмом классе, и в основном, чтобы сдать этот язык на экзамене ЕГЭ. Но в какой-то момент одна из моих одноклассниц начала поступление за рубеж, по-моему, в десятом классе. Она принесла такую большую книжку SAT в школу, потому что она готовилась к экзамену, я у нее спросила, что это за книжкой, и она сказала, что вот, я готовлюсь к такому-то экзамену для поступления в США, и для меня тема образования за рубежом на тот момент была каким-то волшебным таким мероприятием. Я никогда не знала, что можно учиться за рубежом без миллионов, да, у меня родители очень такого среднего достатка, семья среднего достатка, поэтому я никогда не мечтала там о поступлении за рубеж. Но я знала, что эта девочка тоже не из какой-то супер богатой семьи, но она рассказывала, что вот есть, такие есть возможности, можно подавать на разные стипендии и так далее. Я такая, о, отличная идея, давайте попробуем. И на тот момент, я когда выпускалась из школы, как я уже сказала, я сдала английский как экзамены ЕГЭ, и на тот момент мне не было времени поступать за рубеж, то есть я готовилась в одиннадцатом классе к ЕГЭ, потому что мои родители очень хотели, чтобы я сдавала ЕГЭ и как бы поступала в университет России, поэтому в одиннадцатом классе я сдавала ЕГЭ и потом поступила на бюджет в Ворольфовскую государственную университет. Но я знала, что я очень хочу учиться за рубежом, и поэтому уже на первом курсе университета я начала подавать заявки в разные страны, и разные страны именно множественное число, потому что я подала заявки в университеты Венгрии, там тоже на стипендии я подала заявки в тот момент в университете Испании, потому что также у меня был репетитор по испанскому, я немножко говорила на испанском в тот момент, и также подавала заявки в университеты США, и на тот момент, да, я поступила с полным финансированием в Венгрию и также в Испанию, но в США мне полное финансирование на тот момент не дали, поэтому именно на бакалавр я поехала учиться в Венгрию. Там я училась три года, потому что год работала, и если вы хотите узнать про мою жизнь там, вы можете посмотреть видео, которое появится сейчас здесь и здесь, а также, если вы хотите узнать про стипендию, да, по которой я там училась, вы тоже можете посмотреть вот это или вот это видео, не знаю, с какой стороны это видео будет. И после того, как я там провела четыре года, замечательные четыре года, я сказала, лучшие четыре года моей жизни, мне очень понравилась жизнь в Европе, мне очень понравилась жизнь в Венгрии, в Будапеште, но я решила, что пора менять, во-первых, мою профессию, потому что я получила бакалавриат в области экономики и начала работать в финансовой компании, мне это дело вообще не понравилось. Я решила, что чем-то другим я хочу заниматься, я решила поступать на магистратуру, чтобы сменить свое направление. Другая причина, по которой я хотела переехать в США на программу магистратуры, это потому что у меня здесь живет моя сестра-близняшка, поэтому я хотела с ней жить в одной стране. Так вот, в 21 году я начала поступление и поступила в несколько университетов. Я поступала в университеты только те, которые могут предоставлять финансирование, потому что я не собиралась платить тысячи долларов за свое образование. И вообще, я считаю, и в Америке тоже, мои одноклассницы и одноклассники-американцы мне говорят, что они считают, что за магистратуру никто платить не должен, потому что есть, во-первых, столько возможностей покрытия своего образования на магистратуре за счет университета, или, например, даже работодатели иногда оплачивают людям магистратуру. То есть, сами американцы говорят, что, хей, ребята, не платите за свою магистратуру. Я оплачивать свое образование на магистратуру не могла, поэтому рассчитывала только на финансовую поддержку. Я подавила в несколько университетов, и университет, который был самый классный, в котором в итоге я сейчас учусь, это Виланова Юниверсари. И про Виланову Юниверсити я тоже, по-моему, делала парочку видео, они будут в описании внизу, но, по-моему, эти видео были на английском языке. Но я, честно говоря, не помню, поэтому обязательно загляните в описание и посмотрите. Так вот, Виланова Юниверсити очень классный частный университет, находится он рядышком с Филадельфией, и финансирование у меня в Виланову Юниверсити как раз от вуза. Как вы, наверное, уже знаете, самый распространенный вид финансирования на магистратуру это Graduate Assistantship, как раз то, что я получила, когда сюда поступала. Что такое Graduate Assistantship? Давайте я вам немножко расскажу. Graduate Assistantship это форма финансовой поддержки студентов, и она предоставляется только Graduate Students, то есть студентам магистратуры, либо докторатурой. И как Graduate Assistant вам не нужно платить за образование, вам зачастую, да, часто высылается стипендия, но не во всех университетах, это нужно смотреть, какие университеты высылают стипендии, а какие нет. Но в обмен вам нужно работать на университет 20 часов в неделю, обычно это такой стандартный requirement. Очень часто меня спрашивают, какой процесс подачи заявки на Graduate Assistantship, и тут я вам один ответ дать, к сожалению, не могу, потому что процесс подачи заявок в разные университеты, он отличается друг от друга. Но поскольку я здесь рассказываю про свой путь получения магистратуры, да, и получения финансирования на магистратуру, я вам расскажу, как у меня это было в Вилановой Юниверсити. Значит, дедлайн на подачу заявки в Вилановой Юниверсити был, по-моему, 1 марта, и это также, по-моему, был дедлайн на многие Graduate Assistantship. Смотрите, в моем университете я должна отдельно подать заявку на программу, а потом, если я уже хочу получить финансирование, когда уже меня университет примет, да, и скажет, что да, мы вас приняли на эту программу, только после этого я могу подавать заявки на Graduate Assistantships. То есть, если вы, например, хотите подавать в Вилановой Юниверсити, имейте в виду, что вам нужно подать заявку в университет, дождаться от них ответа, и только потом вы сможете подавать на Graduate Assistantships. Это то, что я как раз и сделала, хоть дедлайн был в марте, я решила заявку подать как можно раньше, подала ее, по-моему, в январе, через 2 недельки, через 3 недельки мне прислали результат. «Хей, мы вас взяли, замечательно!» Но это пока не финансирование, это просто тот бумажка, который подтверждает, что меня взяли в университет. После этого я уже подавала заявки, да, отправляла резюме и cover letters на разные Graduate Assistantship Positions, которые были у меня, прилагались к моим университетам, и после этого меня взяли на одну из позиций, да, после интервью, после там написания каких-то эссе, меня взяли, и вот теперь я здесь учусь абсолютно бесплатно. Результат мне прислали примерно в конце марта, и я помню, я даже сняла несколько видео, потому что я ждала, никак не могла дождаться именно финального письма, да, в котором мне бы сказали, получила я финансирование или нет, потому что, ну, просто вас возьмут на любую программу магистратуры. То есть на магистратуру пройти даже в топ университет, если вот видите, да, там разные девочки, мальчики делают видео над тем, ой, меня взяли в Гарвард, да, на магистратуру, но, ребят, ну, всех берут в Гарвард, потому что там, блин, цена за один год 50 тысяч долларов, да, ну, то есть, если у вас есть деньги, к сожалению, в этом мире, да, или, может быть, к счастью, вас возьмут куда угодно. Другое дело это поступить в университет на магистратуру и получить полное финансирование. Это вообще совершенно другая тема, если вы уже учитесь, да, там, в Гарварде, в Колумбии с полным финансированием на магистратуру, то тогда, да, тут вам низкий поклон. А так, да, на магистратуру вас берут, ну, практически везде, поэтому не парьтесь на тему поступления именно в сам вуз, парьтесь на тему получения финансирования. Как только мне это письмо пришло, помню, да, конец марта, я вообще так переживала, но все, мне пришло письмо, и там как раз было четко написано, что будет покрываться моим graduate assistantship. И на тот момент у меня была стипендия, тоже описывалось, сколько часов я должна работать, да, в неделю, как и в какое время я должна буду работать, то есть, опять же, летом я не работаю, на зимних каникулах я не работаю. И, да, еще говорилось о том, что мне не нужно платить за образование, да, то есть, так называемый tuition waiver мне тоже давалось. Я очень сильно обрадовалась, такая ей-яй-яй, и, да, вот таким образом начался мой путь обучения в США. Опять же, как я сказала в начале этого видео, я изначально еще, да, в 11 классе или на первом курсе университета в России, я планировала поступать в США, то есть, я достаточно долгое время знала о разных университетах, да, о существовании финансирования, то есть, я в этой теме разбиралась достаточно давно, поэтому, когда пришло время поступления именно на магистратуру, мне не было сложно поступить, потому что я хорошо разбиралась в этом процессе. Но я могу представить, что для вас, ребята, этот процесс достаточно сложный, у меня часто приходят вопросы по типу, ой, а как отправить заявку, а как отправить эти документы, а как сдать экзамены и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы, во-первых, вы можете зарегистрироваться на консультацию по ссылочке внизу, или просто задать свои какие-то быстренькие вопросы в комментариях или в телеграме, пожалуйста. Я всегда открыта к ответу на ваши вопросы, опять же, если они коротенькие, задавайте их внизу, если это какая-то громадный вопрос, да, по типу, ой, а посоветуете, что мне делать со своей жизнью, то регистрируйтесь на консультацию, будет намного проще мне так вам помочь. Надеюсь, это видео вам понравилось, пишите комментарии внизу, ставьте лайки и смотрите другие видео на этом канале. Пока!